разругалась с бабушкой не могу не могу вот сколько я просила бабушку но не надо но не надо давай будем общаться просто вот о погоде я не знаю такие темы не нужно меня критиковать но не нужно мне ничего высказывать ругать меня не надо нет все равно вот ни одна встреча скажем так ни одно посещение не проходит без в угоне сегодня ребенка собирают собираемся уже выезжать вот а я в бассейн собралась то есть получается мы уезжаем 8 вечера а бассейн только с 9 20 ну там скидка там прилично да если еще абонемент куплю вот я ребенку говорю тебя что придете домой с папой но они меня высадили да я тут потусую сейчас и все схожу придете домой с папой попросил помыть тебе сапоги вот а бабушка говорит типа что а ты где будешь я бы я пойду я не сказал и говорит что бассейн я сказал и в тренажерный зал тоже если я бы сказала что в бассейн это вообще был бы такой пипец это был бы вообще ужас я говорю в тренажерный зал она начала как всегда ту же самую малину что ты нахалка ты везде бегаешь тебя муж бросит я говорю ты сейчас понимаешь ты говоришь так я получал удовольствие от жизни я занимаюсь спортом если ты хотела заниматься спортом зачем ты выходила замуж надо было не выходить замуж я говорю что ты такой говоришь люди какая разница замужем они или нет они все равно занимаются спортом спортом то надо заниматься нет ты нахалка вот ты добегаешься тебя муж бросит и пошла песня мне мне сегодня даже смешно вот просто смешно ну как так можно еще как можно в принципе людям говорить такие вещи но это говорю эта проблема конечно не только у меня такая да сейчас кристина посмотрит она меня поймет как всегда и другие подписчики это какая-то это просто какая-то не знаю напасть что ли у всех пожилых людей выносить мозг своим детям я вот уже это все рассказал муж пришел я он зашел в подъезд я бабушке говорю мужу говорю что типа ты скажи бабушке моей что ты не против что я хожу в бассейн в тренажерный зал игла нам не просто уже выносит мозг каждый раз бабушка сразу типа что-то позоришь ничего нервы трепешь не могу просто уже сил я купила набор по промокоду за сто семьдесят девять рублей эти промокоды можно посмотреть на сайте на их и все купоны как да да и купить что-то более выгодно да нежели твистер и кофе получается наборе в общем я свою бабушку не понимаю но вот я уверена что сейчас будут люди которых вызовет шок о том что я рассказываю да вы знаете это очень актуальная тема для youtube очень актуально даже я когда начала это все по тему поднимает да там свои бабушка с чувством вины которые она у меня вызывает как она меня обзывает да я получила такой огромный отклик от своих зрителей от своих знакомых которые мне рассказали что под игр то что рассказываешь мы просто узнаем себя вот один в один у нас та же самая ситуация происходит и сегодня я бы хотела рассказать вам об одной моей знакомой которая мне периодически жалуются плачутся я хотела поделиться ее эмоциями с вами у меня есть одна знакомая девушка она меня младше младше лет на 9 до мы с ней общаемся я не буду говорить при каких обстоятельствах мы познакомились но мы с ней общаемся да у нас родится 9 мы с ней общаемся она данный момент живет другом городе в большом городе у нее двое детей ну представляете да нам довольно таки молодая да у нее двое детей но я хочу отметить что несмотря на ее юный возраст ей в жизни как бы сказать уже пришлось хлебнуть ну как это говорят горе скажем так то есть ну то есть как сказать не по годам до человеку уже досталось и она мне очень часто рассказывает о том что на общаться со своими родственниками мамой бабушкой и вот точно такие же как бы проблемы как и у меня да некорректное общение на этом со стороны мама например да обвинение в том что она плохая из-за того что она уходит на при этом с подругами встречаться там еще на куда-то ходит то есть банальные вещи какие-то дичек делает для того чтобы поддерживать активность жизненную чтобы интересоваться чтобы жизнь имела какой-то смысл но это вызывает непонимание со стороны мамы ну в принципе то же самое происходит ведь и у меня да я сегодня бабушки скала грудь ну как ты так можешь говорить люди занимаются спортом увлекаются чем-то ну во первых для здоровья а во вторых потому что мой интерес к жизни должен быть какой-то у человека должен быть человек активный она говорит у тебя интерес это ребенок должен быть смысл жизни это ребенок это неправильно господа и послушайте меня человек должен интересоваться чем-то еще кроме как семьей и ребенком не только что может все свое внимание уделять только мужу ребенку надо нужно быть готовым к тому что когда это уйдет а это уйдет в определенный момент ваша ваш смысл жизни рухнет и просто все закончится либо алкоголем наркотиками либо просто самоубийством я бабушки сказала грудь и чтобы хочешь чтоб я спилась как отец за не было смысла жизни он прожил всю свою жизнь вот под этой философии что смысл жизни это в дети правильно я выросла я вышла замуж у отца потерялся смысл жизни раньше у него это было как семья забота обо мне зарабатывание денег на мое образование на свадьбу все как только это все закончилось я вышла замуж они с мамой сразу развелись потому что смысл то был в чем в ребенке и в браке начал пить а какой еще смысл но видимо вспомнил этот это удовольствие которую он получал когда он был молодым и наверно решил сумму раз это удовольствие да будут точно так же выпивать женщинами разными встречаться такой знаете веселый образ жизни листи нет я ничего не говорю я могу однозначно сказать что я к своему отцу отношусь большим уважением почему потому что выбор его был сделан правильно он пошел по правильной дорожки он решил получать удовольствие от жизни но он не знал как получить от удовольствия иными путями кроме как через алкоголь он не знал потому что ну потому что так среда в которую он воспитывался там не было удовольствие не было иного удовольствия нежели как алкоголь или вот это я эту ситуацию вижу именно так поэтому если вы хотите вырастить своей жизни счастливых детей чтобы ваши дети выросли не употребляли алкоголь не употребляли наркотики не страдали психическими расстройствами неврозом вы должны быть сами счастливым человеком если вы сами несчастного не способны вырастить чисто у детей не способны даже если вы кинете к ногам этих детей все 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 золото все деньги нет если вы сами несчастны не получаете удовольствие жизни и не знаете как его получать ваши дети будут такие же несчастные еще один момент про которыми рассказывает моя подруга это про то что мама не за мама бабушка я уже не помню в разговорах с ней всегда хвалят мужа нахваливают его всяческим образом что держись за него вот он у тебя такой хороший он молодец вот другого такого не будет общем держись за него у мне бабушка тоже самое говорит что вот у тебя такой хороший муж ты там с ним грубо не разговаривать все для него я вот не понимаю я бабушке сто раз говорила ты понимаешь что говорю бабушка что когда ты мне так говоришь первое что мне я слышу да вот в таких вещах в таких словах что ты плохая а муж все хороший вот так ситуация моя подруга но то же самое абсолютно все время возвышение мужа и принижание меня почему не так делать я понимаю что они пристегнут какую-то благую цель типа что но чтобы вы не развелись да там чтобы подольше жили понимаете но неужели родственники не понимают что когда они говорят такие вещи то таким образом они принижают статус свои внучки своей дочери и тому подобное мне с мамой повезло у меня мама никогда ничего подобного мне не говорила никогда и никогда меня не критиковала никогда не знаю почему может быть может потому что с ней себя вели так до ее так года родственники может поэтому она понимает так делать нельзя еще один момент про который мне рассказала моя подруга это момент зависти что когда она созванивается даже со своими родственниками там например мама ей говорит что вот а ну ты-то живешь хорошо ты же много там у тебя там зарабатывает ли ты себе это можешь позволить как бы да а вот мы тут сидим в этом городе бедном пскове у нас все плохо мы все ничего не можем позволить и подруга говорит что как как бы такой момент как будто зависти присутствует что естественно непонятно не ей ну и не мне непонятно потому что мы ведь это как же это же это же твои родственники как же они в принципе могут себе завидовать да вот это для меня загадка я вот честно я так с ней так не смогла как-то определить для себя что мотивирует людьми когда они родственниками когда они такие вещи говорят не знаю может вы знаете напишите если знаете в общем ребята общение с родственниками это один трэш один трэш вот это чувство вины которое мне очень часто навязывает моя бабушка давить она всегда говорит что родители в ответе за своих детей да что чтобы с ними не произошло да там вот у меня палец ребенок ушиб да она мне что первое сказала что а где ты была да где ты была когда ребенок уши палец я это тоже объяснял да ты понимаешь если какая-то не так говоришь я сразу чувствую вину она горту тут конечно ты же виновата так я и так помню что я виновата зачем мне подбивать да еще больше я теперь каждому человеку который что-то мне говорит что мне нравится я ему говорю мне не нравится это иначе иначе если я не буду говорить все это будет оседать внутри меня и мне потом будет плохо плохо эмоционально поэтому я теперь не молчу я теперь все говорю все что мне не нравится все говорю да может быть возможно это вызовет какие-то конфликты с людьми да в том числе из бабушка она не понимает она считает что я плохая когда я говорю что мне не нравится она же меня жизни учатами видишь не нравится да я плохая получаюсь плохая такая внучка не любит бабушку внучка но у меня другого выхода нет потому что если я буду молчать то все у меня начнется психосоматика я буду уходить в невроз я в себя буду погружаться и вот это вот чувство вины опять у меня будет главенствовать по поводу чувство вины я сейчас пересматриваю сериал клон я его уже не на сколько рассмотрела наверно 10 пересматриваю там и тоже поднимается тема алкоголизма наркомании да там такой герой лобату он алкоголь алкоголик наркоман и дочка главного героя мол тоже наркоманка и вот он говорит своей знакомой у которой сын наркоман он ей говорит слушай горит самое легкое это чувствовать вину это горит самое легкое потому что горит и чувствуешь вину за что-то ты как бы понимаю что ты ситуацию контролируешь вот ну например да я чувствую вину за то что я не досмотрела за ребенком за своим да и мне кажется что я контролирую все контролирую контролирую там чтобы она не ударилась нигде чтобы не заболела а если вину не чувствуешь то есть получается что все вокруг без без контроля происходит и тогда сложнее значит если ты не чувствуешь контроль и на любой стороны в любое время может произойти удар и тебе это не нравится поэтому психика чаще всего в качестве эмоциональной защиты выбирая это чувство вины потому что это легче да это он для нее тяжело как бы да вот это вот эмоциональное напряжение постоянно до самогнобление но так легче легче признать что от тебя что-то зависит и ты виноват нежели от тебя ничего не зависит ты не виноват и движешь состоянии в таком ты постоянно получается на чеку ты ждешь что с каждой стороны сейчас сейчас тут вот ударит и ты не знаешь чего ожидать от жизни а я иду в бассейн сегодня в просторию опять на несмотря на то что у меня настроение подпорчено но она у меня уже не подпорчено честно скажу после того как я это все проговариваю для вас все это выкладывал в сеть делюсь эмоциями настроение меня поднимается и конечно же нужно понимать еще тот факт что я уже к легче отношусь к этим вещам выплеском эмоции моей бабушки уже намного легче уже как-то даже не задевает особо ее конечно задевает я понимаю видите я пришла раньше он еще 15 минут примерно дело все в том что там тариф который дешевый дешевый посещение он начинается с 21 30 но гора что можно регистрироваться с 20 минут поэтому не еще минут 15 подождать нужно а потом я пойду потому что до этого времени посещение 600 рублей час а после 400 до после полдесятого она если не куплю абонемент на четыре занятия он будет стоить 1280 рублей на 8 занятий абонемент стоит 2 400 я считаю что это очень выгодно очень выгодно но пока что на четыре занятия возьму потому что я не знаю как я буду ходить вот тут видите стенд такой висит групповые занятия от 400 рублей с тренерами я не знаю где у них там от 400 рублей и может быть они поделили абонемент просто свой вот то что я узнавала сколько стоит у них разовое посещение так групп это планка до планка вот планка написано разовое посещение клуба стоит 900 рублей 900 рублей и честно говоря я не очень-то понимаю почему такая завышенная цена 900 но видимо таким образом они стимулируют покупку карт годовых полугодовых эта фишка она в основном близко крупным городам таких мелких городах как псков скорее всего будет намного выигрышнее ситуация когда есть недорогое разовое занятие ну хотя бы рублей за 500 хотя бы за 500 люди могли бы сходить попробовать на этом пофоткаться я хотел сказать пофоткаться правда хотела пофоткаться посмотреть что да как ну так 900 рублей я не готова платить не готова посмотрим что здесь дальше находится какие-то магазины ведь на первом этаже посмотреть интересно есть какие-то спортивные продают через для танцев что туда платится это зимние вещи странная выбор местоположения для магазина вещей да странная правда а дальше что-то так тут тоже спортивные вещи разновидеть продают для гимнастики костюма это детские товары опять какие-то и какой-то детский магазин с верхней одеждой спортивный инвентарь и виктория вист женская одежда но странный выбор странный выбор места расположения для магазина очень странный может быть они хотят но на статус торгового центра претендовать но не знаю я вышла из бассейна длинцы не будет такой классный вечер десна что я в бассейне встретила ну я ее на входе еще встретила девочку мы с ним вместе школе учились до восьмого класса получается 3 до 8 вот девочка очень интересная она жила в китае какой-то перевода времени очень интересная девочка там она китайский преподает вот сейчас в обскоре живет временно на волне пандемии да мы с ней все полтора часа плавали в сауну сходили и общались что не был супер просто вечер класс на плавалась на общалась наговорилась кучу эмоций положительных получила блин вот сейчас выйдя из бассейна я могу по совершенно по-другому оценивать ситуацию с моей бабушкой да мне с одной стороны бабушку жал жалко что бабушка не знает такой альтернативной другой жизни жизни в которой можно получать удовольствие наслаждаться занятием спортом ходить бассейн ведь ее жизнь этого не было ей конечно понятно это непонятно все автология получилась да потому что ну в ее жизни все было по-другому это были другие времена а об удовольствии речи не шло а сейчас конечно мы живем в такое время когда удовольствие должно быть на первом месте но в любом случае ну нельзя так вот как объяснить вот у бабушки у нее критическая оценка отношению ко мне это плохо ребятки убирайте своей жизни критическое отношение к людям вот я последние свои несколько дней обращаю уже внимание что у меня это критическая оценка к людям она ушла то есть я в мыслях даже не допускаю что там вот например тот человек который не похож на меня что вот он дурак там или еще что-то у меня вообще не возникает никаких критических мыслей по отношению к другим людям чего раньше конечно меня не было раньше я позволяла в мыслях и зависть было и всякое было и мысли были по поводу других людей очень плохие мы сюда были а сейчас такого нет что это такое произошло я не знаю то есть почему вдруг вот так вот я перестроилась имея конечно же очень дискомфортно быть среди людей ну таких как моя бабушка там мой муж другие люди которые позволяют высказывать критическую давать критическую оценку высказывать какие-то негативные мысли по отношению к другим людям потому что мне уже неприятно честно неприятно быть таком таком обществе